Вот переход лося. Перешел на север. Буквально 300 метров от населенного пункта. Для егеря Николая Дмитриева лес – дом родной. И в этот дом он несет соль. В рюкзаке 5-килограммовый кристалл – угощение для лосей. Самцам соль нужна, чтобы быстрее и крепче росли рога, а лосихам – чтобы восстановиться после родов. Сейчас у них как раз прибавление в семействе. Мы ложим каменную соль. Она сохраняется дольше. Ну и... В общем, они лучше ее, чем прессованную, лижут. После того, как егерь устроит солонец, место еще сутки будет пахнуть человеком. В это время осторожное животное обычно не подходит к лакомству. Чтобы запечатлеть трапезу на соседнем дереве, устанавливаем специальную камеру. Она будет снимать солонец день и ночь. И вот прошла неделя. Скорее всего, нам повезло, и лось попал в объектив нашей видеоловушки. На это указывают сразу два признака. Первый – соль блестит, словно отполированная. Скорее всего, животное подходило к солонцу. Второе – вода. Болоце мутное. Намного хуже, если вода была бы прозрачной. Это значит, что здесь никто не ходил как минимум несколько дней. А у нас все наоборот. И действительно, удача. На этих кадрах видно, на солонец в разные дни наведывались разные животные. Этот молодой лось к кристаллу пришел еще до заката. Такое может весить до 300 килограммов. Опытные самцы еще больше и еще осторожнее. Их называют быками. Они лежат соль, когда солнце уже село. Совершеннолетие у таких парнокопытных наступает в 4 года. И, как показывает статистика, популяция растет. Это самое крупное у нас животное. Более 300 килограмм. Весом особенно быки. Они просто огромные. Лось довольно хорошо устанавливается, потому что, я говорю, у них по два лосенка рождается. Двойные – это для них обычное явление. В отличие от диких собратьев, в зоопарке соль не входит в лосинное меню. Вместо вкусных кристаллов – осиновые ветки. Считается, что это дерево богато всеми минералами. Но на вольных просторах с охатом одной осины мало. Поэтому и ходит Николай Дмитриев в лес, как на работу. И благодаря его заботам больше стало не только лосей. Успешно перезимовали кабаны. Специально для них Дмитриев высадил целое поле овса и гороха. А пока новый урожай не созрел, дикие свиньи лакомятся старыми зернами. В этом году у меня сохранилось стадо, оно находилось в болотах, оно никуда не ушло, оно там и было. Приходила свинья с поросятами, мы считали 12 штук маленьких. Значит, рождение прошло, все нормально. Зверей становится больше. Но если кабана можно увидеть только со специальной вышки, с лосем все иначе. Сейчас матери прогоняют от себя годовалых подростков. Молодые животные уходят на поиски свободной земли и могут забрести даже в город. Трех пловцов в Сахатах очевидцы недавно заметили в Неве. Они переплывали реку под Вантовым мостом. На берегу их встретили спасатели, чтобы не дать животным выйти на асфальт. Дорог лоси не боятся. По словам егерей, лесные великаны привыкли переходить в проезжую часть. Причем не всегда только там, где есть специальные знаки. Если вы видели лося, остановитесь, пускай он лучше перебежит. Пропустите его. Он вам потом когда-нибудь спасибо скажет. Юрий Баранюк, Роман Чуй, Алексей Хренов и Александр Горохов. Вести, Петербург, Ленинградская область.